В эфире служба новостей Саров-24. В студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сбор волонтеров и расклейка ориентировок. В Сарове продолжаются поиски пропавшего мужчины. Премьера сезона спектакль «Алиса» вошел в тройку лучших постановок областного фестиваля. 3-6 в пользу старта ХК «Саров Инвест» провел игру в рамках полуфинала чемпионата области. Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове пропал человек. Вечером 8 марта 50-летний мужчина вышел из дома по адресу Силкина, 19, и отправился в неизвестном направлении. Его местонахождение не установлено до сих пор. Известно, что мужчина страдает хроническим неврологическим заболеванием и нуждается в медицинской помощи. К поиску Саровченина подключились волонтеры поискового кинологического отряда Саров. Чем быстрее родственники обратятся за помощью, тем больше шансов найти пропавшего живым. Это одно из главных правил поискового отряда. После сообщения об исчезновении человека, волонтеры готовят ориентировки и распространяют информацию по интернету. В поисковых операциях важна помощь каждого волонтера. Чтобы оповестить о случившемся всех Саровчан и выяснить возможные подробности происшествия, добровольцы отправляются расклеивать объявления по городу. Стараемся сделать так, чтобы как можно больше народу узнало о пропавшем человеке. Возможно, кто-то его где-то видел, и это может сработать. Чтобы охватить весь город, волонтеров разделили на четыре группы. Студент Косаровского медколледжа Алина Болотова решила присоединиться к поискам сразу, как узнала о том, что в городе пропал человек. Я когда увидела это объявление, я сразу же начала писать знакомым, друзьям, кто поможет, максимальным репостом в интернете. Я думаю, я обязана помогать какими-либо людьми. Вика Сафронова тоже не осталась в стороне от чужой беды. Сначала распространила информацию среди знакомых в социальных сетях, затем отправилась на сбор волонтеров поискового отряда Саров. Если кто-то помогает, то помощи становится больше. Сначала один, потом два. Каждый сообщает своему другу, он своему. И так очень много людей объединяются и помогают друг другу искать кого-нибудь, сделать что-то доброе. Волонтерам раздают пачки с объявлениями, проводят инструктаж и распределяют территории так, чтобы ориентировки были расклеены в каждом районе города. В этом деле счет идет на часы. Волонтерам поискового отряда будет полезна любая информация о пропавшем. С свидетельским показанием родственники говорят, что у него прозванивается телефон. Если узнать хотя бы примерное местонахождение этого телефона, то что-то могло бы быть и по-другому. Если будет установлено, что пропавший находится не в черте города, к поискам подключат волонтеров-кинологов. Саровчанка сообщила в полиции, что при невыясненных обстоятельствах со счета ее банковской карты пропали 7,5 тысяч рублей. Как оказалось, деньги третьему лицу перевел сын женщины. Он воспользовался мобильным банком, привязанным к номеру телефона матери, и отправил эту сумму на счет владельца, которого уже удалось установить. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудника правопорядка, расскажем в следующем репортаже. В 4 тысячи рублей оценил ущерб хозяйка автомобиля, который был припаркован у дома 40 по улице Зернова. Владелец малолетражной машины написал заявление в полицию с просьбой найти и привлечь к ответственности злоумышленника, который проделал в стекле иномарке сквозное отверстие. Нарушитель до сих пор не установлен. По данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и другого саровчанина, повредившего дорогую машину немецкого производства, припаркованную в одном из дворов в Старом районе. Во дворе дома 12 по улице Пионерской неустановленное лицо повредило лакокрасочное покрытие на его машине БМВ. Неустановленное лицо выцарапало на его автомашине нецензурное слово. Как рассказали в полиции, не каждое заявление влечет за собой расследование и возбуждение административного или уголовного дела. Иногда достаточно просто проявить немного терпения и сложный вопрос разрешится без помощи стражей порядка. В 18.50.13 зарегистрировано заявление гражданки ПМ о том, что она ошибочно перевела денежные средства в размере 12,5 тысяч рублей на номер телефона. Пользуясь мобильным банком, женщина просто спутала контакты в телефоне и вместо того, чтобы позвонить знакомому, отправилась в дежурную часть. Связавшись с человеком, который получил деньги, полицейские подтвердили пострадавшей, что средства вернутся к ней в полном объеме. Другой случай, зарегистрированный в полиции на прошедшей неделе, еще раз подтверждает тезис о том, что не стоит пускать в свою квартиру подозрительных людей. Мужчина пришел в гости к своей знакомой для решения бытового вопроса. И когда хозяйка квартиры отлучилась на кухню за водой, присвоил себе ее деньги и драгоценности. Он похитил денежные средства и золотое кольцо, которое находилось в свободном доступе, лежало на столе в комнате. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции напоминают, чтобы избежать, квартирных краж не стоит приглашать к себе в дом посторонних, оставлять открытой входной дверь и хранить без присмотра ценные вещи и деньги. 19 марта с 3 до 4 часов дня Саровская полиция проведет прямую телефонную линию по вопросам антикоррупционного просвещения. На вопросы жителей города ответит начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Хуторной. Все желающие смогут задать свои вопросы по телефону 605-68. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В первой поликлинике открылся доврачебный кабинет по льготному лекарственному обеспечению. Прием граждан ведет фельдшер, который проводит осмотры и выписывает льготные рецепты в соответствии с назначениями врачей-специалистов. Предварительно записаться в кабинет по льготному лекарственному обеспечению можно на портале пациента и из кабинетов лечащих врачей. Более подробная информация по телефону 955-65. Волонтеры гуманитарного склада опубликовали список вещей, в которых сейчас остро нуждается соровчение, оказавшееся в непростой ситуации. В первую очередь требуется запас молочной смеси «Малютка», за которой обращаются мамы, не имеющие грудного молока. Также заканчиваются детские кроватки, памперсы, впитывающие пеленки, одежды и обувь. Все это можно приносить в церковный гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, дом 24А. Он работает во вторник и четверг с 17 до 19 и в субботу с 9 до 12 часов. Клуб любителей православной книги приглашает горожан на встречу, посвященную Понятаевскому женскому монастырю. Она пройдет 21 марта в библиотеке имени Маяковского, начало в 17.30. Для справки, клуб любителей православной книги появился в нашем городе 5 лет назад. За это время под его эгидой успело пройти более 40 мероприятий, которые посетили 12 тысяч соровчан. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в нашей епархии возрождается традиция крещения взрослых людей на крещальной литургии. Каждый человек, изъявивший желание стать православным христианином, должен будет прослушать цикл подготовительных бесед. Таинство крещения на торжественном богослужении совершит митрополит Георгий. Уникальность крещальной литургии в том, что ее возглавляют правящие архиереи. Епископы кресят достаточно редко. И то, что владыка Георгий взял инициативу проведения крещальной литургии в свои руки, говорит о возрождении старинных церковных традиций. К сожалению, крещение сейчас стало частной требой. То есть человек решил покреститься, пришел в храм, и в удобное для него время, или в назначенное время, индивидуально совершено крещение. А смысл крещения – это вхождение человека в церковь. Человек, пожелавший пройти через таинство крещальной литургии, должен будет прослушать курс лекций. Как пояснил отец Александр, торжественное крещение взрослых людей митрополитом Георгием будет совершено после предварительного обучения основам христианской веры. Для тех людей, которые желают принять крещение на той крещальной литургии, которая будет в Нижнем Новгороде, для них разрабатывается курс огласительных бесед в течение Великого Поста. Они проходят на учение в вере, встречаются со священником, с катехизатором, проводятся плановые занятия. Для желающих пройти таинство крещения и стать православным христианином, такие беседы будут проводиться в Храме Всех Святых по согласованному графику. Записаться в группу можно по телефону 77077. Крещальная литургия будет совершена в Великую Субботу, 27 апреля, в Спасском Староярмочном соборе Нижнего Новгорода митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Подведены итоги ежегодного областного фестиваля премьеры сезона. В нем приняли участие 13 профессиональных, государственных и муниципальных театров нашего региона. Саровский драматический театр представил на фестиваль кукольный спектакль «Волшебное кольцо» и постановку по произведению Льюиса Кэрролла «Алиса». По результатам просмотров и обсуждения ведущие профессиональные российские критики выбрали лучший спектакль в нескольких номинациях. Стоп! Скажите, пожалуйста, кто тут кругом живет? «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла на новый лад. Режиссер Галина Зальцман сумела органично вплести в конву спектакль исторические факты 20 века, добавила музыкальные хиты и современные технологии. И вот уже детская сказка становится интересной взрослым, на глазах которых вершилась отечественная и мировая история. «Мы рождены, чтоб сказку сделать, вы ее ура! Пересаживаемся!» «Мышь Сони» в интерпретации режиссера внешне мало напоминает зверька из Алисы Льюиса Кэрролла. Ее школьные формы и лозунги советских времен заставляли зрителей постарше вспоминать свои детские и юношеские годы. Как отметила театральная критика и эксперт фестиваля премьеры сезона Оксана Кушляева, Алиса в постановке Саровского драматического театра напоминает слоеный пирог и будет интересна для зрителей любого возраста. Люди, которые любят кино, увидят здесь одни смыслы. Люди, которые много смотрели советских фильмов и жили в Советском Союзе, они увидят другие смыслы. Ребенок тут увидит историю о родителях и о себе, и о том, как добраться до внимания родителей. На суд театральных критиков в рамках фестиваля премьеры сезона 2018-2019 наш театр представил две постановки – «Алису» и кукольный спектакль «Волшебное кольцо». Оценивая спектакль по мотивам произведения Льюиса Кэрролла, эксперты отметили, что зритель не всегда ищет отображение современной действительности на театральной сцене. Иногда людям требуется совершенно иное. А бывает, когда тебе хочется, чтобы создали какую-то фантастическую страну, какую-то грезу, иллюзию, чтобы ты просто переместился вместе с театром в какой-то нездешний мир. И тогда ты идешь в другой театр. Вот визуальный театр, вот такой, может быть, как мы сегодня увидели Алису, он каким-то удивительным образом совмещает и разговоры в сегодняшнем дне, и путешествие в какую-то неведомую страну. После просмотра постановок всех 13 театров участников регионального фестиваля спектакль «Алиса» признан лучшим в двух номинациях. Премии «Творческая удача» получили режиссер спектакля Галина Зальцман и художник Екатерина Никисина. К тому же «Алиса» вошла в тройку лучших спектаклей фестиваля. Торжественная церемония награждения лауреатов приурочена к Международному дню театра и состоится 27 марта в Нижегородском доме актера. Ровно 65 лет назад Саров получил статус города. По случаю юбилея в детской библиотеке имени Пушкина прошла краеведческая акция для воспитанников детских садов и учеников школ «Пусть всегда будет город, пусть всегда будем мы». Ребята приняли участие в творческих мастер-классах, узнали много новых интересных фактов об истории Сарова и познакомились с творчеством поэтов, посвященное родному городу. Милана Анашкина – частый гость библиотеки имени Пушкина. Девочка приходит сюда, чтобы вылучить новые знания и попробовать себя в различных познавательных проектах. В этот раз ей вместе с друзьями предстояло стать участницей акции «Пусть всегда будет город, пусть всегда будем мы», которую сотрудники библиотеки посвятили 65-летию со дня присвоения Сарову статуса города. Я слушала лекцию, как рассказывали о городе Сарова, его даст примечательности, что здесь ново, что до нас здесь было, кто здесь жил, когда день рождения у города. В рамках акции сотрудники библиотеки приготовили для ребят интересные задания – написать добрые пожелания на стикерах и приклеить их на ватман, нарисовать герб нашего города на большом листе бумаги. Чтобы углубить знания об истории города, юные читатели посмотрели документальный фильм и познакомились с краеведческой литературой. Знать историю своего края, своей малой родины – это, на мой взгляд, должен каждый уважающий себя человек. Ну, дети, конечно, сложновато им объяснять это, но мы стараемся объяснять, стараемся говорить о книгах, которые об этом рассказывают. В конце марта в библиотеке имени Пушкина пройдет акция «Книжная радуга». В дни школьных каникул юные саровчане смогут принять участие в познавательных проектах, встречах и мастер-классах. Хоккейный клуб «Саров Инвест» провел домашнюю игру в рамках полуфинала высшей лиги чемпионата области. Наши спортсмены принимали на своем льду команду «Старт» из рабочего поселка Таншаева. Для того, чтобы завоевать путевку в финал, саровчанам была необходима только победа. Игроки «Саров Инвеста» завладели инициативой с первых минут встречи. Однако в финале у игры удача отвернулась от наших спортсменов. Итоговый счет 3-6 в пользу гостей. Подробности далее. Игроки хоккейного клуба «Саров Инвест» распечатали ворота таншаевских спортсменов уже на первых минутах матча. А во втором периоде хозяева льда подтвердили свое преимущество и забили еще один гол. К концу второго игрового отрезка соперник смог отыграться, отправив в наши ворота сразу две шайбы. На перерыв команда отправились с равным счетом 2-2. Как всегда, наша проблема – это первые периоды. Мы всегда их выиграли, наверное, раз или два в сезоне всего. Самое тяжелое для нас, наверное, начинать. Не знаю, почему уже с дороги. Мне кажется, дорога сказывается. Хочу сказать, что хороший соперник был. Все две игры, регулярки две игры. Все на хорошем уровне. В начале третьего периода наши спортсмены отправили в ворота соперника еще одну шайбу, но пропустили в свои сразу два гола. В надежде спасти матч сравчане сняли вратаря. Этим воспользовались соперники и загнали шайбу в пустые ворота. Игра закончилась со счетом 3-6. Хорошие, опытные ребята, молодые причем. Хорошо шайбу держат. Но не хорошо ее контролируют, могут, а вести ход игры. Нужно было выждать моменты на контратаках, что, в принципе, два периода получалось. В третьем сами сломали игру себе. В первом матче полуфинальной серии Саров Инвест уступил Таншаевскому старту в овертайме. Отыграться нашим спортсменам не удалось. Теперь саровчанам предстоит сразиться за третье место с Дзержинским ураном. Первый матч Саров Инвест проведет на выезде 23 марта. Начало встречи в 13.00. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин